Ах, как это ужасно, жаловался один человек своему собеседнику. В чем проблема? Что ужасного? В моей профессии никогда не известно, что принесет с собой следующий день. А кем же вы работаете, поинтересовался собеседник? Я по профессии метеоролог. Шанова, дорогие друзья, я вновь рад приветствовать всех вас в нашей рубрике «Перспектива Тора», «Перспектива юдаизма» сегодня из нашей Суки. Мы находимся в преддверии праздника Суккот. Я хочу только заметить, что этот выпуск мы посвящаем светлой памяти Рафаэля Пхоровича Кондхорова, который уже 7 лет тому назад скончался. 17-го Тишре это произошло, когда светлая душа ушла в длинной мир, оставив здесь жену, детей, внуков и правнуков. Я потерял таким образом своему дядю, и поэтому этот выпуск посвящается его памяти. Дорогие друзья, Рафаэль Пхорович Кондхоров был великим человеком. Весь город Самарканд знает этого человека, до сих пор помнит его. У него огромное количество заслуг. Также перед его семьей, а также перед всей бухарской общиной города Самарканда. Будем молиться за то, чтобы его душа возносилась выше и выше, и молилась там у Всевышнего за нас, за тех, кого оставил здесь, в этом мире. Особенно семье не хватает своего дедушки, прадедушки, мужа и отца. Пожелаем им скорейшего утешения и много сил, чтобы справиться с этой утратой. Да, и даже после семи лет семья до сих пор чувствует великую утрату, живя без своего отца, без мужа, без деда, без прадеда. Шалом, дорогие друзья. Сегодня коротко про праздник Суккот. Совсем немножко. Дорогие друзья, я стараюсь каждый год дать немножко новую сторону, с новой перспективой преподнести или наш праздник Суккот, или заповеди, которые в нем есть. Например, заповедь о четырех растениях. Одна из главных и важных, одна из самых дорогих из четырех этих растений, это итрог. Мы все знаем, это цитрусовый фрукт, который мы берем в руку, в левую руку. В правую руку мы берем лунаф. В первый день благословляем два раза. И будем трясти лунаф во все стороны мира, а также наверх и вниз. Друзья, ну вот что интересно, что Тора ни разу не упоминает слово «этрог». Описывает она этот плод. Написано в Торе «при-эц-адар», что означает на русском языке «плод великолепного дерева». При-эц-адар, говорят наши мудрецы. Слово «адар» – «великолепие». Похоже тоже на слово «дар» – «живет», «находится». Хотят наши мудрецы нам сказать, что у «этрога» есть особенность. Он находится на дереве постоянно. Нет у него времени, когда пришло время урожая, и надо обязательно его слезать. Если вовремя его не слезать, он сгинет или завянет, или же испортится. Он постоянно может быть на дереве. И так случается, что на дереве находятся и новые плоды, и также старые плоды. Дорогие друзья, но вот что говорят наши мудрецы. «При-эц-адар» тоже означает, что у этого плода нет своего сезона. Это не зимний фрукт, это не летний плод, не весенний и не осенний. Он постоянно находится в готовности. Дорогие друзья, также хотят наши мудрецы нам сказать, что для еврея нет плохой погоды. Каждая погода благодать. Независимо у нас весна, лето, осень или зима, евреи всегда, как и трог, выполняют заповеди Всевышнего. Он никогда не говорит и не может себе позволить сказать, «Ах, сегодня снег, а сегодня у меня жарко, не пойду я в синагогу, не буду заниматься заповедями». Как и трог, так и наши сердца, так и евреи всегда готовы заниматься служением Всевышнему. Всегда готовы заниматься изучением Торы, выполнять заповеди. Дорогие друзья, сейчас, именно сейчас, после всех праздников, после Рошашана и Йом-Кипура, судный день Рошашана, Йом-Кипура – это день искупления, говорят наши мудрецы, что все это стремилось к тому, чтобы уединиться со Всевышним в праздник Суккот, в этой Сукке, в этом шалаше. Именно тогда, когда в некоторых странах начинает быть очень прохладно, неуютно, а может быть даже капает дождь, именно тогда евреи идут и садятся, и кушают в Сукке, и радуются в Сукке. Дорогие друзья, чтобы еще раз показать, мы, как и троги, для еврея нет плохой погоды, мы всегда готовы выполнять заповеди Всевышнего, даже когда капает, или когда сильный зной. Мы, евреи, за заповеди Всевышнего, мы всегда ему будем служить. Дорогие друзья, я желаю вам всем счастья, здоровья, успехов. И пусть эти сказанные слова сопровождают нас до следующего праздника Суккот. Договорились? Хак Суккот Санях! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok